Здравствуйте! С вами вновь Павел Уханов. Я профессиональный гармонист, преподаватель Российской Академии Музыки имени Гнесиных, а также официальный представитель фабрики Тульская Гармония. Сегодня хочу вам рассказать про очень интересный инструмент. Во-первых, это наша новинка, новая модель, называется концертная. Я держу ее в руках. Уже вы наверняка видели несколько видеообзоров этой модели. Я думаю, если вы не первый раз меня увидели, то уже более-менее имеете представление про гармонь концертную. Коротенько скажу, что этот инструмент стоит между гармоникой Куликова Поли и заказная четырехголосная ГАДИ. Этот инструмент тоже заказной. То есть вы можете абсолютно каждый параметр оговорить и сделать гармонику конкретно для себя. Инструмент своей мечты. Оговорить и внешнее оформление, и внутреннее содержание, тональность, соотношение голосов и так далее. Но это концертная гармоника, необычная. Да, здесь, как и в других концертных гармониках, усовершенствованная механика. Левая полностью, как заказной. Правая механика, комбинированная, половину, как у Куликова Поля, половину, как у заказной гармоники. Деревянные резонаторы, деревянные дейки, голоса ручной наклепки, ручной настройки. Тональность у этого инструмента ре-мажор. Но самое главное отличие, это вы видите во внешнем оформлении. Дело в том, что для многих гармонь это не просто какой-то музыкальный ящик, который издает звуки разные. И можно матерные частушки петь под гармошку. Нет. У гармоники есть душа. И если вы настоящий гармонист, для вас гармоника это друг. С другом, как говорится, нужно общаться по интересам. И, соответственно, он должен к вам быть близок. Соответственно, многие гармонисты хотят гармоники как-то оформить соответствующим образом, чтобы инструмент, возможно, даже говорил о его хозяине. Например, у меня заказывал один каратист гармошку. Там были японские и русские флаги, надпись каратэ. Еще ряд элементов, которые говорят, что человек, хозяин этой гармошки, владеет каким-то боевым искусством. Вы видели гармоники с оформлением охота, с морской тематикой. А здесь тематика славянская. Сейчас очень популярно интересоваться собственной историей. И именно историей до крещения Руси. Потому что в свое время эта тема была под запретом. Сейчас много информации всплыло. Мы сейчас не будем говорить и вдаваться в дискуссии, что есть правда, что есть неправда. Главное для вас, для гармонистов, понять то, что мы на фабрике можем сделать инструмент не только, который замечательно звучит, но и который замечательно выглядит. И он будет соответствовать вашему, скажем так, душевному состоянию. Вот этот инструмент. Здесь вы видите солнышко. Такие яркие языки пламени. Здесь очень достаточно сложная инкрустация. То есть это вживленный целлулоид разных цветов. Надпись Ярая. Вот ряд элементов. По звучанию вы уже, в принципе, наверняка знаете, как звучит концертная гармония в тональности Ре-мажор. Но я вам предлагаю все-таки чуть-чуть послушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это видео даже больше посвящено не самой модели концертной, А следующим. Мне хочется донести до любого гармониста ту информацию, что абсолютно любой инструмент, даже Тульскую 301-ю гармошку, можно сделать на заказ, насытив разными опциями, как технического, так и внешнего содержания. И вы получите инструмент своей мечты за разумные деньги, которыми вы располагаете. Да, у кого-то есть деньги, он покупает, наворачивает гармошку за 100 тысяч, за 150. Но если у вас есть значительно меньшая сумма, все равно мы с вами постараемся, чтобы сделать инструмент качественный. Быть может быть, да, не с самой передовой механикой и начинкой, но все-таки достойный, который заставит себя уважать. И, безусловно, красивый, потому что гармоника должна радовать глаз. Всегда гармонисты делали инструменты яркие. Это все-таки не баян. До новых встреч!